Хоть сами дирожай. Врачи Нижне-Тагильского роддома обратились к Путину с криком о помощи. Руководство больницы лишило их премий за невыполнение плана. Таким образом, зарплата всех сотрудников сократилась вдвое. Начальство уверяет, что медики преувеличивают. Кто прав, а кто виноват, разбирается областной бенздрав и Анжела Брик. Владимир Владимирович, обращается к вам коллектив родильного дома города Нижний Тагил Свердловской области. Это крик о помощи, потому как медики Свердловской области оказались за чертой бедности и на грани выживания. С помощью этого видео свердловские врачи пытаются докричаться до самого президента. Те, кто встречает на этом свете новые жизни, сейчас вынуждены бороться за свои. Сотрудники родильного дома в Тагиле с января недосчитываются зарплаты. После того, как больница перешла на новую схему оплаты труда. Медикам повысили оклад и сократили премиальную часть. Обещали, что общая сумма не изменится. Но на самом деле денег стало в два раза меньше. Сейчас я получила 13 300 на руки и 5 авансов. Так это за то, что я здесь заведую этим заведением полностью. Совмещаю даже не на одну ставку. И при том, что у меня ипотека 13 400 каждый месяц. Поэтому мы уже просто закричали, что невозможно над нами так издеваться. Сотрудники роддома жалуются Путину и на то, что у них сократили не только зарплату, но и людей. Медики вынуждены работать за двоих, а то и за троих. Некоторые вместо 158 часов в месяц трудятся 356. Это 12 часов в сутки без выходных. Я на руки, например, в феврале месяце получила 15 тысяч. Это я работаю не на одну ставку. У нас есть доплата. Вот даже можно посмотреть расшифровки. Доплата 3 200. Это дополнительно. Руководство больницы объясняет, зарплаты у коллег сократились из-за невыполнения государственного задания. Какой план может быть у роддома? И что врачи должны делать, если младенцев не хватает? Остается только гадать. По больнице дается госзадание. И в рамках выполнения госзадания лечебное учреждение финансируется. Так как роддом является структурным подразделением больницы, то, соответственно, есть госзадание и на работу роддома. После записи обращения в Нижний Тагил приехала целая комиссия из областного Минздрава. Выслужив обе стороны, чиновники пообещали проверить бухгалтерию больницы. Сказать что-то дельное сейчас они не могут. Быстро только кошки рождаются. Решением данного собрания создать комиссию с участием сотрудников Министерства здравоохранения Свердловской области для того, чтобы детально разобраться, почему произошло некоторое снижение заработной платьи. А пока Минздрав разбирается с одной больницей, поддержать начинание тагильских медиков готовятся врачи из других городов. Может, и их, наконец, заметит хотя бы областное начальство. Анжела Брик. Главные новости Екатеринбурга. Анжела Брик. Главные новости Екатеринбурга.